Братья и сестры, я вас всех приветствую. Знаете, если вы родились и выросли не в Америке, я думаю, вы помните, что очень часто праздник Пасхи был связан еще и с наступлением весны. Мы даже называли его очень часто «Светлое Христово Воскресенье». Светлое еще и потому, что наступала весна, все после зимы, после холода, после грязи, оно как-то преображалось, и все это ассоциировалось с этим праздником Христового Воскресенья. Ну вот мы с вами живем в Пенсильвании, и здесь погода немножко другая, и обычно Пасха у нас всегда холодна. Не всегда хочется сказать, что в этом смысле светлая Пасха. Ну вот, братья и сестры, к празднику Троицы мы наконец-то начинаем понимать, что наступила весна, да, тепло. Вы знаете, вот не знаю, как у вас, а вот у меня в этом году я просто не мог дождаться тепла. С одной стороны, я как-то даже подумал, начал сам с собой разговаривать, немножко страшно стало. Боже мой, думаю, неужели это возраст? Ну а потом, вы знаете, как-то успокаиваю себя, говорю, да нет, нет, я ведь все-таки вырос, родился в такой местности, где было очень много солнца. Вы такого солнца, знаете, очень южно, всегда было тепло. То есть вот так вот я успокаиваю себя. Братья и сестры, вот мое желание вот тоже говорить вот о светлом, светлом, замечательном событии, замечательном празднике, вот который Бог усматривает, чтобы мы вспоминали, отмечали. Это день Пятидесятницы. И вот мое желание вместе с вами пройти вот немножко вот вообще по событию в общем. То есть вот такой вот небольшой общий обзор этого события. Ну провести, может быть, какие-то контуры для того, чтобы мы с вами могли, ну еще раз, вспомнить повествование Священного Писания вот об этом событии. Ну вспомните, пожалуйста, вот этот вот небольшой период между Воскресением и Вознесением Христа. Помните, это 40 дней. И вот Священное Писание говорит, что это было время, когда Иисус Христос, Он продолжал учить своих апостолов. И вот в этот вот период между Воскресением и Вознесением они получили очень ясное и такое конкретное указание вот по поводу того, что они должны были делать сразу после Вознесения Христа. Вот Христос очень предупредил учеников своих. Он сказал им вот из Иерусалима не уходите, ждите обещанного от Отца. Он предупредил, что через несколько дней вы будете крещены Духом Святым. Немножко дальше Он объяснил это и сказал, что вот на вас сойдет Дух Святой, то есть вы получите силу, вот для чего, и вы будете Мне свидетелями. И вот Он показал им границы, границы вот служения. Он сказал, что начнется в Иерусалиме, потом это охватит Иудею, они должны будут пойти в Самарию, а кто-то из них даже до концов, до края земли. Вот как говорил Господь. Исполнение вот этих вот обетований Господа, оно началось с Дня Пятидесятницы. Однако вот давайте вместе с вами, ну коротко подумаем, в общем, вот что означают события Дня Пятидесятницы, то есть в чем смысл, ну, вы знаете, Пятидесятницы. Я попробую показать на таком простом, может быть, примере, иллюстрацию. Вы знаете, вот наша с вами Библия, она состоит из двух больших частей, Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет, он заканчивается книгой пророка Малахии, а Новый Завет начинается с Евангелия от Иоанна. Вот тут можете посмотреть вашу Библию, то есть между двумя Заветами там белая страница, простая белая страница, на которой написано Новый Завет. Вы знаете, вот в некотором смысле, вот День Пятидесятницы, о котором мы с вами говорим, о котором говорит вторая глава книги Деяния Апостолов, вы знаете, он является вот похожим знаком, он является знаком или отметкой перехода от Ветхого Завета к Новому Завету. То есть именно в День Пятидесятницы, с Днем Пятидесятницы открывается новое начало. Новое начало. Ну и если говорить уж о Новом Завете, если говорить о чем-то новом, то вот начало чего знаменует Пятидесятница? Очень интересный библейский текст. Слова апостола Павла, я напомню эти слова, когда он говорит, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, вот о чем говорит нам с вами о День Пятидесятницы. Между прочим, не только это, не только что это благоприятное время и День Спасения. Вы знаете, вот мы с вами, изучая священное описание, вот смотря на эти библейские тексты, начинаем понимать, что оказывается, события Дня Пятидесятницы для нас с вами открывают еще и начало последних дней. Да, братья и сестры, события Пятидесятницы для нас с вами открывают начало последних дней. Вы знаете, в каком смысле, в очень интересном смысле, вот в том смысле, что да, действительно открывается новая эра, новая эпоха, в которой жизнь будущего вторгается в наше с вами время. То есть в этом смысле начинаются последние дни, когда жизнь будущего века, она вторгается в наше с вами опорочное время. Ну вот вспомните еще один библейский текст, вот апостол Павел в послании к Коринфянам, когда он как бы показывает обзорно исторические события жизни израильского народа, и потом он говорит, вот я перечислил эти события, и он говорит, все это происходило с ними, а описано в наставлении нам. И он объясняет, кому нам. Он говорит, что оказывается, мы с вами это те люди, которые достигли последних веков. То есть мы с вами через Господа Иисуса Христа уже достигли последних веков. Ну или в послании к евреям тот же Павел перечисляет эти особые привилегии возрожденного человека. Вы знаете, вот в 6 главе он особенно подчеркивает, что вот мы с вами, как возрожденные люди, что-то вкусили, что-то попробовали. Помните, вкусили дар небесный. Да, мы вкусили дар небесный. Он говорит, что вкусили благого Слова Божья. Очень интересно, он пишет и говорит, что мы с вами вкусили и сил будущего века. Сил будущего века. Ну, с точки зрения Нового Завета. Для тех, кто через Святого Духа пребывает в Иисусе Христе, конец веков, как период истории человечества, уже наступил. И именно в этом смысле, что мы являемся получателями жизни будущего века. Таким образом, все то, что является новым в служении Духа Святого, неразрывно связано со значениями событий Дня Пятидесятницы. Вот мне кажется, братья и сестры, в Новом Завете есть два, или Новый Завет предлагает два основных объяснения событий Пятидесятницы. Они немножко различны, но, вы знаете, создают очень большую гармонию по значению. Самый известный отрывок, который мы с вами очень привыкли рассуждать, это книга Деяния апостолов, это вторая глава книги Деяния апостолов, или вот то, что предлагает нам евангелист Лука. Кроме Луки мы можем проследить еще одно Евангелие, которое, знаете, не сказать, что похожим образом, но очень-очень ясно, конкретно говорит о сошествии Духа Святого. Конечно, это Евангелие от Иоанна, то есть я попробую вместе с вами пройти по Евангелию от Луки и по Евангелию от Иоанну, чтобы обратить внимание на эти события. Итак, Евангелист Лука. Между прочим, вот вообще, если говорить о Новом Завете и говорить о Дне Пятидесятницы, событиях этого дня, Новый Завет рассматривает Пятидесятницу точно так, как Голгоф. Вот в каком смысле? В таком смысле, что событие многогранного значения. То есть в это событие, то, что произошло в День Пятидесятницы, впадает несколько потоков библейского учения. Однако есть центр. То есть, однако вот центральным в толковании Пятидесятницы, вы знаете, является понимание того, что это все-таки один из аспектов служения Иисуса Христа. Событие Дня Пятидесятницы это один из аспектов служения Иисуса Христа. Вот мне кажется, это очень-очень полезно понимать. Ну, Пятидесятница это не столько то, что делает Дух Святой, а то, что продолжает делать Иисус Христос. И вот здесь для нас с вами ценным остается повествование Евангелиста Луки. Ну, попробую как-то показать это все, братья и сестры. Вы знаете, вот то, как вот Дух Святой действует в жизни Христа, вот у Евангелиста Луки можно заметить или проследить в трех стадиях. Ну, во-первых, очень красиво, очень хорошо Евангелист Лука говорит о том, что Он был, Христос был зачат через силу Духа Святого. А затем, во-вторых, Лука говорит о крещении, когда Иисус Христос получает мессианское помазание. Да, и вот так вот написано, что Он теперь исполненный Духа Святого возвратился от Иордана. И третий этап вот действия Духа Святого в жизни Иисуса Христа, он начинается с воскресения и вознесения Иисуса Христа, когда Христос уже становится тем, кто крестит Духом Святым. То есть, Христос уже становится тем, кто крестит Духом Святым. Итак, тот, кто был рожден от Духа Святого, был исполнен и Вадим Духом Святым, вступил в новую стадию отношений с учениками. Прославленный Христос обладает правом посылать Дух Святой на учеников. Еще интересно будет вспомнить вот крещение самого Господа. Вот крещение, которое Иисус Христос принял в Иордане, а и крещение, которое вводится в день Пятидесятницы, вот именно когда Христос крестит апостолов Духом Святым, значит, исторически они очень различны, но тесно связаны между собой. Вот я напомню проповедь Иоанна Крестителя. Помните, он объявлял людям, кто такой Христос, он объяснял, он говорил, что я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Что он будет делать? Иоанн Креститель проповедовал, говорил, что он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Духом Святым и Огнем. Вот это была проповедь Иоанна Крестителя. Вы знаете, вот да, со Христом открывается время спасения, но вот эта вот мессианская эпоха, она подразумевает что-то катастрофическое. Вот это имел в виду Иоанн. Связано ли похоже на действие огня? Вот мне кажется, Иоанн этого не до конца понимал. Иисус Христос со своей стороны очень хорошо понимал, что открывая новую эру, эру спасения, Он сам испытает еще одну реальность. Реальность, на которую указывало, намекало Его крещение в Иордании, а именно крещение огнем. Ну, между прочим, вся его жизнь, вот в этом смысле, она была направлена вот к этому событию, крещению огнем. Помните, как сам он свидетельствовал об этом? Огонь пришел я низвести на землю. Как желал бы, чтобы он уже возгорелся? Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится? Вы знаете, вот когда Иоанн Креститель проповедовал о крещении огнем, вот он еще не мог ясно понимать, что огонь, о котором он проповедовал, падет на самого Мессию, в то время, когда он будет осужден на кресте Голгофы. Вот может быть, вот в этом и кроется причина сомнений Иоанна Креститель. То есть, помните, он сомневался в служении Иисуса Христа, даже послал своих учеников, чтобы они узнали, вот точно ли он тот. Вот может быть, вот причина сомнений, она кроется именно в этом, что Иоанн Креститель, проповедуя о том, что будет крещение огнем, он не замечал вот этого огня в служении Мессии. Ну, не замечал, потому что еще этого не было. Интересно еще и то, что после воскресения Христос, говоря о крещении Духом, уже не упоминает крещение огнем. И вот мы делаем такое предположение, предполагаем, что это пламя огня, оно было исчерпано на кресте Голгофы. Пламя огня, оно было исчерпано на кресте Голгофы. И вот остается у нас, знаете, вот эти вот символы, символы огненных языков, которые увидели апостолы. И опять рассуждая, смотря на все еще и на Писание, мы понимаем, что все-таки это крещение уже милостивой, а не разрушительной силы. Это уже крещение не разрушительной силы. Это крещение милостивой силы. Если продолжать следить за повествованием ангелиста Луки, вот апостол Петр, он проповедует в этот день, и вы знаете, вот тоже очень интересная его проповедь, именно как первая такая проповедь в церкви, первая проповедь апостолов, при людях, очень интересно. Вы знаете, вот когда он проповедует, вот он немножко ведет слушателей, вот такой момент, когда он немножко отвлекает слушателей от событий, для того, чтобы показать, вот, ну, то, что невозможно видеть. И Петр говорит, вот что вот для нас с вами открываются детали того, что оказывается, между отцом и сыном-посредником существует договор. Вот слова проповеди Петра, Деяния апостола, 2 глава, 33 стих. И так он, он говорит о Христе, быв вознесен Десницею Божию, вот посмотрите, следующее, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Что открывает нам понимание значения Пятидесятницы? Христос принял от Отца обещание, и теперь прославленный Христос изливает Духа на апостолов. Ну, поскольку это обетование, очень-очень полезно взглянуть на книги Ветхого Завета. Между прочим, вот Ветхий Завет, когда предсказывает о Новом Завете, есть это предсказание у пророка Эзекииля, у пророка Иеремии, вы знаете, вот есть центральный элемент этого обетования. Я напомню слова пророка Эзекииля. Вложу внутрь вас Дух Мой. Вот как предсказывали пророки Новый Завет. «Вложу внутрь вас Дух Мой». И не только это. Между прочим, апостол Павел, принятие Духа Святого, вы знаете, как обетование, он прослеживает намного дальше, чем пророка Эзекииль, аж к Аврааму. Вот посмотрите, Павел говорит о благословении Авраама, которое переходит на язычников, и он объясняет, что в чем смысл этого благословения. Послание Галатам, 3 глава, 14 стих. А смысл благословения Авраама заключается в том, чтобы нам, язычникам, получить обещанного Духа верою. То есть, существует скрытая реальность, которая открывает нам День Пятидесятницы, а именно, Вознесенный Христос просил Отца исполнить Свое обетование. То есть, Дух Святой в День Пятидесятницы приходит как исполнение обетования Отца. Ну и, конечно, вот одним из результатов сошествия Духа Святого на апостолов было то, что они начали проповедовать на других языках. Вы знаете, вот этому очень много уделяется внимания, много споров, недопониманий. Но, вы знаете, вот можно посмотреть еще с одной стороны, но которая, мне кажется, не столько спорная. А вы знаете, действительно, в такой большой праздник Иерусалим наполняли самые разные посетители. И вот англист Лука говорит о том, что вот эти вот посетители услышали Евангелие на своем родном языке. Вот я попробую, братья и сестры, объединить вот события Дня Пятидесятницы с еще одним событием, о котором говорит уже нам Ветхий Завет. Это книга Бытие 11 глава. Если вы помните, 11 глава говорит нам о городе Вавилоне и строительстве башни Вавилона. Итак, у нас два библейских события, которые показывают людей, начинающих говорить на незнакомом языке. Существует ли связь? Мы понимаем и признаем, что связь действительно существует. Ну, к примеру, когда евангелец Лука говорит о Дне Пятидесятницы, он дает причисление народов, из которых пришли люди. Похожим образом, 10 глава книги Бытие, она дает нам родословие потомков Ноя. То есть, и одно, и другое событие начинается с родословия. Вы знаете, до событий Вавилонской башни мы читаем родословие потомков Ноя. Ну, что же это значит? И мы понимаем, что вот день Пятидесятницы, в день Пятидесятницы, когда апостолы начали проповедовать на иностранных языках, разворачивается наказание Вавилона. Разворачивается наказание Вавилона. То есть, книга Бытие говорит нам об обществе людей, которые восстали против Бога. Книга Деяния апостолов говорит нам об обществе, основании общества людей, которые примирены с Богом. Книга Бытие «Последствия греха» смешанные языки, рассеянные народы, разные народы. В день Пятидесятницы разворачиваются последствия греха, и теперь это уже один народ. Это уже один народ, народ, примиренный с Господом. Народ, который состоит из евреев, язычников, народ, который обладает одним Господом, одной верой, одним крещением, народ, объединенный одним духом. Вот таким образом, последствия строительства Павелонской башни, они были развернуты. И теперь вот слово «примирение», оно будет проповедано на многих-многих языках, именно потому, что ученики получили эту силу, силу Духа Святого, которая дает им возможность быть свидетелями Христа во всем мире. Ну, я как-то говорил, что вот очень много библейских повествований, которые, знаете, две стороны, это свет и тьма. То есть, есть очень хорошее, светлое, ясное, но и очень часто вот с этим светлым ясным параллельно присутствует что-то очень страшное. Вот когда апостолы начали говорить на иных языках, вы знаете, на иностранных языках у этого необычного явления говорения на языках есть и другое измерение. А что это значило для израильского народа? Вспомните, вот книги Ветхого Завета, когда в израильском народе, вот именно в их земле, кто-то начинал говорить на иностранных языках. Только тогда, когда приходили враги. Только тогда, когда приходили враги в израильском народе, они слышали иностранные языки. А когда приходили враги для евреев, это всегда знак наказания от Бога. Для евреев это всегда знак наказания от Бога. И вы знаете, знак того, что отнимется от вас Царство Божье и будет дано народу, приносящему плоды его. То есть, события дня Пятидесятницы имеют свою, ну простите, темную сторону. Израиль начал испытывать частичное ожесточение. Священное Писание подчеркивает, что это временное ожесточение до времени, пока войдет полное число язычников. Но есть еще одна параллель, которую стоит отметить. Это Пятидесятница и Синай. Если вы помните, Синай – это гора, где Бог явился Израилю и дал им свой закон. Так вот, Новый Завет устанавливает параллель между, вы знаете, Синайом и Пятидесятницей. Ну давайте снова вспомним, вот сегодня про Дима читал это событие. С чего начинается день Пятидесятницы? День Пятидесятницы начинается шум с неба, сильный ветер и огонь. Так начинаются события дня Пятидесятницы. Шум с неба, сильный ветер и огонь. Очень-очень похожим образом посланник евреям апостол Павел пишет о горе Синай, что явление Бога на горе Синай сопровождалось огнем, бурей и трубным звуком. Далее Моисей зашел на гору и когда спустился в его руках были 10 заповедей закон Божий. Читаем Новый Завет Иисус Христос вознесся и в день Пятидесятницы он сходит не с законом написанным на каменных скрижалях он сходит с даром Духа Своего Духа Святого чтобы написать закон в сердцах верующих. Вот что еще подразумевает благодатное время спасения. Особенность этого времени в том что силой Духа Святого мы получаем возможность выполнять заповеди закона. То есть опять я хочу подчеркнуть это что начинают исполняться обетования Ветхого Завета. Вложу закон мой во внутренность их на сердцах напишу его и потом я буду им Богом а они будут моим народом. Но это некоторые штрихи из того что можно посмотреть на события Пятидесятницы из повествования Ваглиста от Луки. Но теперь немножко вот апостола Иоанна. Но я думаю мы привыкли с вами рассуждать о Пятидесятнице имея ввиду только вторую главу книги Деяния Апостолов однако есть еще по крайней мере два других библейских отрывка которые похожим образом говорят именно о сошествии Духа Святого на апостола. Оба отрывка находятся в Евангелии от Иоанна то есть получается что по повествованию евангелиста Луки ну мы как бы прослеживаем с вами хронологическую линию событий и вот хронологически по Евангелисту Луки книга Евангелия от Луки книга Деяния Апостолов сошествие Духа Святого происходит после вознесения Христа то есть это ключевое мне кажется понимание после вознесения Христа ну вот в Евангелии от Иоанна вот нет самого события о котором бы Иоанн сказал что вот это сошествие Духа Святого однако похожим образом он отмечает следующее пришествие Духа Святого оно зависит зависит от вознесения и проставления Христа кстати напомню эти библейские тексты где Христос говорит о пришествии Духа Святого только в определенное время помните я умолю Отца и даст вам другого утешителя есть еще один библейский текст если я не пойду утешитель не придет к вам а если пойду то пошлю его к вам в день воскресения когда Мария приблизилась к нему он сказал ей что вознесение еще не произошло не прикасайся ко мне ибо я еще не вошел к Отцу моему ну между прочим среди других отрывков у Евангелия от Иоанна которые проливают как бы свет на Пятидесятницу вот особенно особенно важны следующие слова слова из седьмой главы этого Евангелия я немножко напомню контекст седьмая глава это богослужение праздника кущей которое посетил Христос посмотрите что происходит в этот день Евангелие от Иоанна седьмая глава 37-39 стихи последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил говоря кто жаждет иди ко мне и пей кто верует в меня у того как сказано в Писании из чрева потекут реки воды живой недостаточно понятно да но вот апостол Иоанн следующим стихом он объясняет 39 стих это сказал Христос о духе которого имели принять верующие в него ибо еще не было на них Духа Святого почему не было Духа Святого потому что Иисус еще не был прославлен ну между прочим вот этот вот праздник он был очень-очень впечатляющим событием обряды этого праздника они были знаете такие зрелищные очень-очень интересные вы знаете вот они вот значение по значению не охватывали прошлое и будущее ну я думаю вы понимаете что вот когда мы читаем Ветхий Завет очень-очень много было наглядного да друзья люди приходили на богослужение они видели слышали нюхали чувствовали да то есть это вот это была часть богослужения вот прошлое когда народ странствовал по пустыне а будущее в этом времени вы знаете говорил о чем о времени пришествия Мессии ну и казалось бы да вот прошлое народа путешествие по пустыне и приход Мессии что может объединить эти два события обряды указывали на время когда можно будет вот именно насладиться животворной водой от Бога я в пустынях дам воду так часто евреи читали в своих пророках я в пустынях дам воду реки в сухой степи чтобы поить избранный народ мой представляете как интересно держались люди за эти стихи то есть они понимали у нас есть история мы путешествовали в пустыне у нас есть обетование животворной воды от Бога именно вода занимала центральную роль в бобрядах этого праздника то есть вот как благословение как напоминание благословения в пустыне вы знаете священники левиты они брали воду из пруда Силуам и потом вот они шли по городу от пруда Силуам в храм для того чтобы несколько раз обойти этот алтарь жертвенник для того чтобы возлить эту воду на алтарь ну праздник отмечался 8 дней между прочим 7 дней изливалась вода на алтарь кроме последнего восьмого дня именно в этот восьмой день когда вода не изливалась мы читаем о том что делал Христос ну представьте себе друзья обряды служения представьте впечатление людей которые наблюдали за этим ну которые ценили свою историю своего народа знать это было у них в крови они много говорили об этом как они ожидали вот пришествия Мессии тоже разговаривали об этом то есть вот для них это было очень-очень зрелищно значит очень близко к их сердцу и вот слова Христа очень громко он возгласил в храме так чтобы все могли обратить на него внимание кто жаждет иди ко мне и пей оказывается только тот кто верует в меня вот только у того человека потекут из чрева реки воды живой ну конечно мы вот смотрим на эти слова Христа не все нам понятно это нормально это хорошо вот непонятно и вы знаете вот непонятно единственное что что является источником то есть если из нас с вами мы даже возьмем за это как за основание что из нас с вами потекут реки воды живой то есть откуда они возьмутся в нас с вами откуда они возьмутся верующим чтобы потечь вот куда-то то есть мы с вами понимаем братья и сестры что все-таки первоисточником живой воды является Христос то есть без Христа не может быть пришествия Духа Святого для человека ну вот таким образом смысл отрывка заключается в том что когда кто-то начинает верить в Иисуса Христа. Вот только тогда, только через веру в Иисуса Христа слова Писания, которые относятся к деятельности Духа Святого, исполняются. То есть слова Писания не исполнятся, если человек не верит в Иисуса Христа. Только веруя в Иисуса Христа, слова Писания о живой воде, они исполнятся. Ну, между прочим, опять очень вот это зрелищное событие о воде. Вот мне кажется, в этот праздник евреи, может быть, они любили книгу пророка Иезекииля, может быть, им не так трудно было читать эту книгу. Но вот там есть вот такое вот событие, которое нам тоже очень легко прочитать, это видение, когда вот пророк говорит о том, что его привел ангел к дверям храма. Он заметил очень интересную вещь. Он заметил, что из-под храма течет вода. Представьте опять пророки, как Бог показывал все это, благословение будущего века, что когда-то из-под храма потечет вода. И вот пророки, они обычно были очень внимательными людьми. И он начал даже наблюдать, Иезекииль, куда она потечет, эта вода. Она как-то обошла жертвенник. И потом он заметил, что эта вода, как поток этой воды, он достиг даже мертвого моря. Представляете, достиг мертвого моря, и пророк наблюдает и говорит, вода стала живая. В мертвом соленом море вода стала живая. То есть попробуйте представить себе, братья и сестры, вот тех людей, которые читали эти слова. Вот что-то загадочное, да, вот что-то загадочное, очень загадочное, таинственное. Но сколько смысла вот в этом? Как люди все-таки смотрели на этот храм, в который часто приходили, как люди смотрели на этот жертвенник, как люди смотрели на богослужение этого храма, то есть, мне кажется, что-то оживало в сердце человека. И вот эти вот прекрасные библейские тексты, тексты Ветхого Завета, вот которые говорят нам о том, что вот будет Христос, и только через веру в Иисуса Христа, братья и сестры, мы с вами получаем вот эти благословения в деятельности Духа Святого. Ну, вот Евангелие Иоанна, оно было написано таким образом, ну, как евангелизация, помните, да? Он написал, чтобы люди верили. И вот часть его послания как раз состоит в том, что распятый Спаситель, если человек верит в распятого Спасителя, он дает Дух Святой. Тот, кто верит в распятого Спасителя, тому распятый Спаситель дает Духа Святого. То есть, Дух Святой Христос дает тех тому, кто Ему доверяет. Ну, еще один библейский текст, братья и сестры, это уже горница, таинственная горница, последняя вечеря, где Христос говорил со своими учениками. Вот эти вот стихи, я думаю, вы помните их. 16 глава, 7 стих. Истину, говорю вам, это Евангелие Иоанна, «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Посмотрите, вот что услышали апостолы. Когда придет Дух Святой, Он обличит мир о грехе, о правде или о праведности и о суде. Хорошо, вот что Христос предсказал своим апостолам. Братья и сестры, вот знаете, вот есть ошибка, которую очень легко сделать, вот в толковании этого библейского текста. То есть, в первую очередь, мы пытаемся применить это к нам. Это не неправильно, это нормально, но все-таки между тем, что мы применяем к нам, есть еще один шаг, который очень важно сделать. Как это поняли апостолы? То есть, случилось ли это в жизни апостолов? Пришел ли Дух Святой? Увидели ли они, что Он обличил мир о грехе, о правде и о суде? Сбылось ли это в их жизни? Братья и сестры, мы читаем Евангелие от Луки, ну, этого невозможно не заметить. Ну, что значит обличить? Ну, обличение – это, ну, заявить или сказать о том, что кто-то совершил неправильный поступок. А больше того, этому есть адекватные доказательства. Вот что значит обличить. Давайте вспомним проповедь Петра. А звучит ли там обличение о грехе? Звучит очень-очень громко. Апостол Петр, не показывая пальцем, говорит людям, вы взяли Христа, он говорит, вы Его убили. Обличение о грехе. А есть ли там обличение о правде или обличение о праведности? А дальше Петр проповедует и говорит, вы Его убили, но Бог воскресил Его из мертвых. То есть, что значит воскресение Христа? Воскресение Христа значит, что Бог принял жертву Христа. Значит, что в жертве Христа, в жизни Христа не было греха, и Христос праведен. Есть ли обличение о суде? Апостол Петр тоже говорит, Бог воскресил Его из мертвых, растургнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. То есть, воскресение Христа из мертвых подтверждает Его праведность. Это обличение о правде. Но воскресение Христа из мертвых – это также суд над смертью и над князем этого мира. И это еще предвозвещение окончательного суда. И вот такой был результат. Мы с вами помним, что, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру, люди, слушающие проповедь, что нам делать, мужи, братья. Таким образом, вот эта работа Духа Святого, которую увидели апостолы в День Пятидесятницы, и она привела к обращению и к крещению. Итак, события Дня Пятидесятницы, и Писание говорит нам об этих событиях, как о продолжении служения Иисуса Христа. А именно, излияние Духа Святого на апостолов – это благодатное время спасения. Вы знаете, вот я закончу еще одним библейским текстом. Вот когда думаешь об этом, ну вот, казалось бы, для чего все это нужно было написано, для чего столько много деталей, вообще нужно ли нам столько много деталей, нельзя ли попроще. Вы знаете, вот я читаю слова апостола Павла, вот как он понимал Бога. Он пишет в послании Титу, 2 глава, 13 стих, ожидая блаженного упования и явления славы. Вот для него было очень важно подчеркнуть не просто славы Бога, он говорит славы великого Бога. А, братья и сестры, вот это все написано, эти детали, ну, интересно отметить, важно для себя запомнить, вот для того, чтобы Бога увидеть, не просто Богом и не только Богом, а что мы Богом могли увидеть, великим Богом. И не только это, братья и сестры, чтобы смотря на свое спасение, на спасение нашей души, могли сказать не просто спасение, могли сказать великое спасение. Знаете, если что-то великое, за великое есть очень большая благодарность. Благодарность Богу, вот не только устами, но и жизнью, искупленного народа, который переживает вот это вот спасение, который вкусил благословение вот присутствие Духа Святого. Слава Богу за все. Аминь. Я приглашаю вас к молитвику. Желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Продолжение следует...